Что ждет Владимира Суздальский музей-заповедник и кто может его возглавить? Эти вопросы в выходные обсудили на встрече общества друзей Владимира Суздальского музея-заповедника. На нее пришли деятели науки и культуры, представители общественных организаций, ветераны музея и простые горожане, неравнодушные к судьбе музея. Напомню, 2 ноября генеральный директор музея Игорь Конышев в соцсетях заявил о своем уходе. Он подтвердил нашему каналу, что получил от Министерства культуры предложение заняться новым проектом. За два года работы к деятельности Игоря Конышева в общественности возникало немало вопросов, в их числе отсутствие четкой концепции развития, закрытие детского музейного центра, сокращение ряда научных сотрудников и осовременивание исторических экспозиций. Мы в мае промежуточные итоги подводили, утрачивали. Там, по-моему, 22 экспозиции, которые были разобраны, и их нет просто-напросто. И в плачевном состоянии некоторые другие. Под угрозой музея природы, под угрозой и в плохом состоянии дом музея Столетовых. Никакого контакта, никакого диалога. Мы написали, ну, я не ошибусь, есть несколько десятков писем в разные инстанции. В общем-то, ничего почти не добились, никаких вразумительных ответов. И мы решили, что теперь надо действовать по-другому, надо добиваться отставки Игоря Кудышева. И мы воспринимаем вот эту отставку как выполнение нашего требования. В выходные на очередное заседание общества пришли 66 человек. Одним из важных пунктов обсуждения была ситуация в музее после ухода руководства. Общественники решили написать письмо Министерству культуры, в котором предложили основные критерии, которым должны соответствовать кандидаты на должность генерального директора музея. Это профессионализм, опыт работы в музейной сфере, хорошая репутация в музейном сообществе. Такого директора, который бы согласился хотя бы повстречаться с общественностью, ну, или хотя бы воспринять те идеи, которые у нас были. А потом уже совместно решать, как восстанавливать, что-то восстанавливать, что-то безвозвратно устрачено. Но я надеюсь, что будет директор, который все-таки прислушается, и министерство, задумываясь о последствиях, все-таки, наверное, изберет такой путь. Именно в Минкульте будут решать, кого назначить на должность нового руководителя. Когда у музея появится новый начальник, кто это будет? Официальный запрос мы направили в министерство и ждем ответа. Пока обязанности руководителя музея исполняет Мария Родина. Известно также, что почетный президент Владимира Сузельского музея-заповедника Алиса Аксенова, которая полвека руководила музейной империей, предложила в качестве кандидатуры предыдущего руководителя музея Светлану Мельникову, директора Херсонеса Таврического. Это предложение поддержали многие ветераны, нынешние сотрудники музея и общественники. Подписи в поддержку кандидатуры Мельниковой направят в Министерство культуры. Нам также удалось связаться с самой Светланой Мельниковой. И вот, что она нам ответила. Прежде всего, я хотела бы выразить слова искренней благодарности ветеранам и сотрудникам музея-заповедника, обществу друзей музея, деятелям культуры Владимирской области и всем тем, кто дал такую высокую оценку моей работы. Выше награды представить для себя я не могу. Владимир Суздарский музей-заповедник всегда был, есть и будет родным для меня. Мне не безразлична его судьба, как может быть не безразлична судьба родного дома, семьи. Что касается назначения на должность директора Федерального музея, это полномочия Министерства культуры Российской Федерации.